Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня в Плодиброзе. Всем привет, ребятушки. С вами расхититель мусорных баков. Как вы думаете, почему не было новых видео? Потому что погода в полный отстой. А Дима все Матис приобрел. Ты счастлив? Да. Погнали лутать помоечку тогда в честь этого. Посмотрите, все мокрое. Вчера вообще снег был. Дождь каждый день. И из-за этого так долго не было видосов новых. Но я уже устал ждать хорошую погоду. Поэтому настало время расхищать помойки. Потому что голубейчик... Трогай его руками. Ничего ему плохо не сделаю. Посмотрите, ребят, голубек замерз уже. А вот где замерз ты, посмотри. Он замерз весь. Голубека жалко, ребят. Так, давайте расхищать помойку. Посмотрим, что мы сегодня найдем. Надеюсь, что-то ценное будет. в мусорных баках. Тут, кстати, видите, пакет до меня кто-то вот этот разорвал. О, тут суши меня каями. Суши ми. Тут конкуренты точно побывали. Кто это? Дровишки. Нет, на дровишки не пойдет. Вот это еще идет. На дровишки. Ты ее как будешь распиливать? Это фанера. Ее тяжело пилить. Я ее сломаю. Кстати, полка вообще классная. Самодельная такая. Это подвесная. Смотри. В гараже теперь у меня все отапливается буржуйкой. И поэтому мы будем собирать на помойках дрова. Что мы уже, в принципе, делаем. Топить как-то гараж надо. А тот обогреватель на солярке, который у меня был, он очень сильно высасывал из меня деньги. Потому что солярка сейчас дорогая. И я тратил на солярку примерно 1300 рублей за два дня. Представляете? Слушай, ну тут что-то вообще шляпа. Поехали дальше. Итак, подъезжаем кормилицей. Дима Шумахер. Дождь этот капец как задолбал уже, блин. Реально каждый день он идет. Неотложная подарочная помощь. Ха, ха. Нифига себе. А такое я заберу. И оригинально кто-то подарки положил. А тут реально медикаменты всякие. Ну ничего нормального, не ценного. Вообще все желтое, 100-летнее. Ого. Как это Дима такое не увидел. Рюкзак для камеры. Ну драный, но до этого места можно зашить, чтобы оно дальше не закрывалось. Это фоторюкзак. Это тебе, вот смотри, вот так закрывать можно. И вот тут зашить, чтобы он чисто до этого места закрывался. И все. Бери себе. О, смотри. Кэнон и ОС 6Д. Фотограф выкинул. А, это погрыз какой-то кошак ему все. Ну можно взять ремешок. А объектива он не выкинул. Не, нету там. Фу, ребят, вот что. Самое опасное в помойках. С кровью шприц. Возможно, нарик кололся. Спидозный. Видишь, кровь. Надо вот так делать. Загибать. Капец тут. Вообще озеро. Диме не выйти. А, ты так выйти захотел. Блин. Думал, все находки мне достанутся. Вот тут пыться. Была, походу. Сушки. О, сапожки. Маруся. Смотри бренд. Диме. Маруся. Вообще топ. Это сейчас сезон такое носить. Уги это называется. Такие сапоги по-любому купят. Не купят на каблуках. Точно на барахолке. Стоп. Что это? Куколка. Вот такая куколка. Может ее купят. Можно взять. Рублей за 20 купят ее. Дим, ну это шляпа, а не дрова. Ну потихонечку, да, ты прав. По зернышку дровишки насобираем. Печку на растопку. И куколку. И дровишечки. И Диме. Подсветку включил. О, четко. А что до этого не включал? Нифига у тебя Матисс вообще. Диме. Это коробка для находок тут. Дровишки вот для печки. И Диме. Вот это сытненько, но все мокро. Фу пиздец уже. Руки мокрые. О, шикарный вынос. Шляпеток убитых. О, вот это вот для боевых искусств штучки. Медикаменты. Да и все. ЖК мечта. Сука, ну. Не сказал бы, что я мечтал бы о таком. Вот моя мечта найти что-то, блядь, нормальное. Тут мечтатели живут, могли бы выкинуть. Битая варочная панель. Медь извлекаем. А, это даже шляпа. В комфортках меди нет. Вырывай провод. Да что такое? Стой, есть лайфхак. Что за качество? На. Бля. Сюда хотя бы закину, чтоб не попротыкали колеса автомобилисты. Пошли, сладенький. Диме. Тут хотя бы крыша есть. Вот тут я сейчас хорошо полутаюсь. Просто крыша есть. Это что такое? А, это из подогрев. Стоп, нет. А, подожди, что это? Фу, собакой воняет. Это перенос какая-то. Чехол для собачачьей. Какие-то подушки собачачьи. Диме. Пэт-бэт это. Пэт-бэт. Лукет-бэт, блядь. Где все находки? Заебала эта погода. Ой, блядь. За что ж мне со мной жизнь-то так мотает? Ребята, тут Дима вынос с хаты дерет. Просто мощнейший. Дай посмотрю этот зонтик. Он советский и очень дорогой. Я очень сильно заморачиваюсь в плане качества своего контента, потому что вы должны видеть лучшее с кормилист. Наконец, у меня руки дошли до того, чтобы пофиксить звук на моем канале. Как вы, наверное, сейчас слышите, качество звука так себе. Но сейчас я буду это исправлять. Так что представляю вашему вниманию Holy Land Lark Max. И сейчас я буду их одевать, и вы точно заметите разницу. Посмотрите, в каком кейсе прекрасном они поставляются. Приобрел я их совсем недавно, и сейчас мы будем их тестировать. Ну вот я одел этот микрофон. Как вам качество звука, ребят? Вот в 100 раз лучше стало, 100%. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. И ветер мне нипочем, потому что микрофоны в комплекте идут с ветрозащитой, которая, ну, никак не сорвется и не слетит. Это очень удобно. Микрофоны очень компактные. Вот в такой вот небольшой миниатюрный красивый кейс поместился приемник, который подключается к любому из телефонов, к любой камере. Ну и, естественно, помимо приемника в комплекте два микрофона, которые я буду использовать всегда. И буду давать его Диме, чтобы Диму было слышно. На приемнике, ребят, удобное, интуитивно понятное управление. Яркий ЖК-дисплей, тысяча нит яркости. Куча различных настроек. Можно настроить эти микрофоны вообще как хочешь. В них даже есть шумоподавление, ребят, представляете? То есть не надо будет заморачиваться на постпродакшене и убирать какие-то лишние шумы. В комплекте идет два микрофона, поэтому я сейчас сразу одеваю Диме второй микрофон. Сейчас будем проверять дистанцию, ребят. Дим, что-то скажите, теперь тебе прекрасно будет слышно в видосах. Надо узнать, насколько реальная дистанция. Я пойду к той помоечке. Мы послушаем, будут ли обрывы, какие-то помехи. Все, давай, Дим, шуруй. Задери эту кормилицу. Сейчас я ее разорву. Пока Дима пошел драть ту помойку, я задеру вот эту. Уже полпути прошел, надеюсь, меня отлично слышно. Узнаем, что тут лежит интересное. Вы просто посмотрите, ребят, как Дима далеко, а слышно его прекрасно. Все потому, что это топовые микрофоны, и я рад, что смог себе их позволить. Записывать в этот микрофон можно 7,5 часов, вы представляете? А если зарядить полностью на 100% кейс, то можно 22 часа спокойно снимать себе. Хоть короткометражный фильм, вообще, что хочешь, и не париться о том, что у тебя микрофоны сядут. Эти микрофоны ударопрочные, влагозащищенные, и с ветрозащитой. Это просто топ. Ведь раньше я постоянно страдал и использовал вот такой вот переходник, микрофон. И это все постоянно лагало, блин, и давало плохое качество звука. Но теперь с вот этими микрофонами у меня таких проблем нет. Я могу просто вот так одеть шлем, прицепить микрофон на жилетку, и снимать для вас топовый контент, и вообще не париться. Ребят, я просто в восторге от компании Holy Land. Приятные цены по сравнению с другими конкурентами. Ну и самое главное, это качество. А качество просто топ. Поэтому я теперь, ребят, кайфую от этих микрофонов. И еще купил у них на камерный монитор Holy Land Mars M1. И буду снимать контент и кайфовать. Если вы хотите приобрести вот эти беспроводные микрофоны, то залетайте по ссылке в описании. Ну и кайфуйте, ребят, как это сделали мы. Кормилица. Тут едой так пахнет. Ебать, какая она мокрая. Все мокрое. Баночки натоптали. Дим, натохтаре. Натоптали, натохтаре. Короче, лутайся сам в пизду. Я не полезу, я же промокну. Так и я. Ну и заебись. Останемся мы сегодня с голым хуем, а не с находками. Прямо домой. О, Дим, тебе на Матис рамка беленькая. А у меня хорошая рамка. О, прикинь, я нашел подарок. Смотри. Сережки новые. Благодарим за выбор нашего товара. Да это шляпа разбитая. Сережки новые. Ну, это бижутерия, Биба. О, да, Биби, кормилица. Накорми отца, пожалуйста. Так, сейчас застегну курточку. И приступлю к расхищению. О, как ароматит. Постельные, клоповидные. О, чуть-чуть пивасика. Сосисы. Банани. Все есть, похавать все можно. О, башмаки. Берем на растопку. А что, смотри, по люксу. Продадим. Рублей за 100 продадим. 43 размерчик. Стоп. Мокомелло. Блин, я думал, Марко Полло. А Марко Мелло это что-то на рыночном. Гранатик. Ой, гнилой. Блин, люблю гранат. Он очень полезный. О, пшикало, смотри. О, елка. Вот и елочка. Новогоднее настроение помоечка дарит. Или это что вообще? Это кусочек? Часть от елки. Часть от елки, да? А, нет, ну да, часть. Ну да, печальная она. Грустная елка. С наступающим, кстати, ребят, Новым годом вас. Там возле помойки что-то от машины запчасть. Что-то там, да, только тут парковаться надо. Давай, Димечки, Дэвэй. На бордюр заезжай. Что это такое? Пофиг. Пластика кусок. О, коробочка от айпада на 32 гигабайта. Зонтик. А ну, скорее всего, поломанный. Ну да. О, ребята. Что-то нифига себе. Ой, ой-ой-ой. Браслеты для Apple Watch. Ребят, охренеть. Охренеть. Коробочки. Очень топовые. Это от какого айфона? 14 Pro Max. Блин, я возьму эту коробочку. Капец она крутая. Вот еще коробка. Ну, тоже пустая. А это от айфона 11 Pro Max. Нифига, ребят. Ремешки для Apple Watch. Три штуки. Обалдеть. У Димечки Apple Watch. Диме возьму. Смотрите. Apple Pencil. Apple Pencil был. Это ручка вот такая сенсорная. Офигеть, Apple Watch. Блин, вот нифига люди покупают себе такое. Круто им, конечно. Но могли бы здесь, блин, айфон какой-нибудь бы выкинули бы. Было бы хорошо. Так, коробочки забираю. Ремешки для Apple Watch забираю. Эппл-овская кормилица вот эта. Блин, найти бы айфончик было бы вообще прекрасно. Хотя бы пятый. Вот эта. Она тебе в Матисс не влезет. Она в сирену даже не влезет. Так как ты ее... Это невозможно. Она по длине, как твой Матисс. По длине она вот так приложи даже. Ты что, с ума сейчас сошел? Ты свой Матисс переоцениваешь. Мы, кстати, дрова, ребят, собираем. Потому что буржуйка у нас в гараже. Мы ее дровами топим. Так что помоечка дарит тепло. Нормально помоечка утепляет. Дровишки дарит. Так, подъезжаем кормилице. О, нифига. Чувак, там кожаное сидение. Мы его забираем. Как раз под компьютер очень надо. Ребята. Охренеть, какое. О, обалдеть. Блин, оно все мокрое. Блин, ну почему? Или оно не мокрое? Ебакожаное. Капец, оно приятное. Не, оно могло не промокнуть. Кстати, оно сухое. То чисто днище прикрутить. Так мало, нет? Да, конечно, оно топовое. Под компьютер. Оно, это сидение босса. Все, Дима грузит сидение, и я залутаю кормилицу. Блин, обалденно. Я так давно мечтал такое найти в гараж. Вот за компьютером сидеть. Покушать, кстати, надо найти. Я сейчас еду собираю. Вот, новогодний стол с помойки хочу накрыть. О, ничего себе, сральная бумага. Мне тут нужна помощь штребуха. Что такое? Я играю в Хаса онлайн. Одиннадцатый сервер. Промокод штребух. Что тебе надо? Ничего. Доройся сам в этих сральных бумагах. Нахуй оно мне надо? У меня тут открытый мир. Ребят, это супертоповая игра на телефоне. Также в нее можно поиграть на компьютере. Он мопедист поехал, падла. Даже подвезти не захотел. Я тут строю свою жизнь. Мне не нужны уже твои помойки, Диме. Очень залипательная игра. Грубо говоря, та же GTA, только на телефоне. И еще в нее можно поиграть на компе. Меня он чуть газелит сейчас не снес. Эй, ты! Иди сюда, подвези! Я прям тут сижу, и сральными бумагами воняет. Пойду в машину, короче, играть и наслаждаться этой игрой. А Димочка пусть сам ковыряется в этом говне. Ссылочка, ребят, на Хаса онлайн будет в описании. Это просто гридиес диамант среди всех мобильных игр. Поэтому залетайте, качайте и не забывайте вводить мой промокод штребух. Встретимся в игре на 11 сервере. Кормилица очень сытная, ребят. Давайте же мы ее осмотрим и посмотрим, что же там можно будет найти. Деребитки, чайничек, вздох станции, Димми. О, досочки, досочки. Ой-ой-ой, это реально будем этими шляпетками печку топить. Потому что это жесть. Это вообще, это грибок ног и ампутация. Такое никогда не покупайте. Это кому ты мне принес? Нет, помните, что показать. Красота вообще. Так, а эта штука, это футболка и какие-то документы. О, а это что такое? Пленка. Бери башмак. Мы будем топить башмаками или будем? Ну все, тогда собираем тогда лапти шляпные. Ими будем буржуйку в гараже топить. Ну а куда их? Их даже на барахолке за 50 рублей никто вот такое не купит, ребят. Вот такое вот за 50 рублей. Бать, встал опять, вот до этого я тебе говорил, вставай так, чтобы потом вот эти развороты не делать. 10 разворотов потом делать. Нафиг оно надо, правильно, ребят? Кормилица какие-то, вот такую штучку дарит. Смотри. Опа-опа-опа, тихо. Тихо-тихо-тихо. Колготки. Колготки там. Это на писюнник. Видишь? Сюда вставляешь его и вот такой чехольчик. Вот. Нет? Вы нас с хаты. О, ботиночки. На буржуйку. Буржуйку будем топить. О, клобуки. Хорошо будут гореть. А, они убитые, кстати. Вот здесь царапины. Из-за этого их не купят. Вот ситная кормилица. Вот сюда я запрыгну щучкой сейчас. О, штанишки. На тебя как раз. Ты такое любишь. О, смазочка. Охренеть полная. Да, это просто подарок судьбы и в ребятки. Будет чем смазывать мой орган. Да, Димя, смязочка. Мне повезло. Сегодня интимный день. Да, залез в этот бак чисто смазку цепануть, ребят. Ну и все, пожалуй. Тут одна бытовая шляпа. Объедки всякие. Опа. Опа. А все-таки походу нет. Вот тут. Вот тут, смотрите, ребят. Какая-то подушечка кожаная. Так. Интересный очень пакет. Так, что у нас тут? Что это за чувачок? Вынос игрушечек всяких. Пультик от чего-то. О, даже батарейка там есть. Все там орнуло. Фотон. О, фонарик. Нифига. Возьму. Так, что тут еще есть? Какое-то дерево. Так, ну все, фигня одна. Пирамидка, ребятки. О, еще один такой фонарик. Работает. У меня уже их таких два. Вообще ништяк. Кстати, что вот это за коробочка такая? Это, кстати, от каких-то дорогих часов. Да, Дим? Ебать, что нахуй? Что, блядь? Ебать, он. Чувак, посмотри. Пятнадцатый. Охуеть. А, он битый. Охуеть, ребят. Охуеть. Охуеть. Вот это вынос с хаты. Вот это я понимаю. Офигеть. А ну, пытаюсь включить. Блин. Разбили и чисто в падлу что ли было чинить и выкинули. Сейчас пауэрбанку подкинем, проверим. Ну, что-то он какой-то подозрительный на самом деле. Блок камер, линзы маленькие. Походу, это паль. Ребят, ну, все равно вид просто шик. Но, скорее всего, он паленый. Может быть, я ошибаюсь. У меня просто айфон не такой крутой. Я не знаю, может, четырнадцатый или пятнадцатый так выглядят. Да не, он, смотрите, ползунок громкости кривой какой-то косорылый. О, духи. Гост какой-то. Да, ну, пойдут женские. О, мыльно-рыльная женская. И шляпетки чисто на растопку. Нифига себе, капсулы для стирки, ребят. Охренеть. Я думал, там памперсы будут, потому что обычно в такие коробки памперсы закидывают. Дима там вообще счастливый весь. Я тоже счастливый, потому что айфон нашел. Неси сюда, дай я разорву. Ноутбуков полный вообще. Ноутбуков? Да угадаю я. Охренеть, Луи Витон. Дай пос... Дай посмотрю. Дожди. Что? Что туда отъехало? Бумажка. Эти сумки шмонать надо. Конечно. Дима целый пакет сумок нашел. Ну бери сумку шмонай, я эту пошманаю, Дима. Сумка убитая вообще. Вот это Луи Витон на продажу. Смотри, это вообще очень опасный вынос. Это сморга. Это сморга? Это сумки покойных? Вот, да. Это покойников сумочки. Охренеть, помянем. Так, что у нас здесь? Блок питания. Смотрите, косметичка. Это реально, ну, обложка от паспорта. Это как будто вот люди пользовались. Мыльнорыльные. Беру мыльнорыльные тюбички. Один рубль, ребят. Айфон с помоечки. Вот сережечки, бежитерии. Беру бежитерии. Какие-то вот штучки. Это женские какие-то штуки. Фу, это лекарство, наверное, какое-то. О, это тени женские. Косметика. Вот еще. Сколько всего? О, тут интересного. Всякие тюбички мыльнорыльные. О, бижутерия там. Могут быть, кстати, золото. Но видно, это бижутерия всякая. Так, еще тюбички. Еще тюбички. Кэшбэк. Рубль. Все закидываю на коробочку. 10 рублей. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Так, реснички накладные. Вот эти тюбички. Карандаш. Диме. Так, что у нас здесь? О, утюжок, ребят. Утюжок для волос ровнять. И вот эти завертушки. Мулине, бигуди вертеть. Ракушечка. Вот это купят. Вон еще какая-то сумка. О, кошелечек хороший. Вот этот Шанель. Кстати, Нюкс лучше взять. Это дорогая фирма. Пусть там и осталось половина. Но тоже денег стоит. Какая она страшная, ребят. Это заколка. Хороший Дима вынос притащил. Неплохо так в магазинчик сходил. Женского всего добра набрал. Нюкс. Это дорогая фирма. Вот эта палетка, ребят, женские тени стоит. Вот столько. А тут их две. И куча всякого. На. И плюс айфончик. Охренеть. Блин, а я уже думал, что сегодня мы ничего не найдем. Все. Эти находки сделали наш день. Ммм, пирожочки. Ммм, булочки. Диме. Булочки. Лови булочки. Положи, я скушаю. Я уже проголодовался. Булочки, тем более. Грех отказываться, ребят, от булочек. Так, ну что, ребята, айфон протер. Сейчас будем проверять. Какая Инна. Инна. Выход. Инна? Инна. 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 Таких Инн не знаю, Инна. Кто такие Инны. Капец, я в шерсти весь. Это вот от этой тряпки. У тебя кабель вообще живой. Да, кабель полностью рабочий. Возможно, айфон мертвый. Что-то он вообще не алё. Входит легко, да. Я же тебе говорю, паль, походу. Какой-то он вообще. Дим, когда ты Матиза, вот у тебя обязана лежать смазка на торпеде. Было бы кого пропердоливать, да? Слава богу, Матиз еще меня не ебет. Ну да. Подбираю кабеля, короче, под телефон вот это, чтобы проверить. Очень легко штекер вставляется в дырку. Так, поставил вроде как на зарядку. Он вообще не хочет реагировать ни на что. Вот его и выкинули. Хотя у меня пауэрбан тоже такой мозгоебеливый. Сейчас вот это гнездо у меня точно работает. Ну и чё? Может гнездо там засорилось? Короче, ребят, подождал, телефон мертвый. Нифига не включается. Не хочет заряжаться. И он очень похож на паленый, потому что вот снизу рамка есть. Кнопки все кривые, линзы камер маленькие. По-любому это паль. Даже вот в руке держу, ощущается, что это ну какая-то шляпа. Все углы острые такие. Как-то он битый, как-то не так бьется. Оригинальный экран, да. Это что-то как-то... Да, помоечка чуть расстроила. Так. О, ну сюда надо запрыгивать. Сытненькая кормилица. Что тут у нас будет? Куба, кубинская пицца, шляпеток-буржуйку. Ого. Нифига тут еды как будто много. С магазинов просроченный хлеб, хотя он мягчайший, ребят. Мягчайший просто хлеб. Бублики хорошие по-любому. Вот мягчайший хлеб. Выкидывают, да, вот такое. Могли бы под баком просто положить. Ну я в шоке, конечно, с людей. О, какой-то маффин что-то такое. Йогурт вишня термостатный. Ой. О, шляпеток, Дим, треснутый. Как раз самое то для буржуйки. Вот второй. Ого, кальян. Кальян. Ой, хорошенький. Ребят, ребятки. Еду откладу, ребятки. Помоечка накуривает. Помоечка накуривает. Кальянчик в сборе. Посмотрите, ребятки. Просто чисто чашу купить, заправить и погнал. Вай, бля. Забирай. Продадим на вей барахолке специальной. Рублей за 800. Ну, неплохой такой. Дим, еще хлебушек. Хлебушек надо забрать. Это покушаем мы в гараже. Чего еды пропадать хороший? Так, будем снимать пробу с вот этого. Что это? Маффин какой-то. Возможно, морковный. Ммм, пахнет обалденно. Ой, там орешечки сверху. Это сырник. Это сырник. Я как раз в ребятушечке очень голодный. Уже обед, пора пообедать. Помоечка кормит. Да, как я и знал, это сырник, творожник. Ммм, вкуснейший. Так. Ну, опять же, внутри творог и кекс. Обалденно. Так, что у нас здесь? Плитка, плитка, биба. Да, такую кормилицу только помечать, ребят. Да, она идеально для этого подходит. Помечаю ребятки кормилицу, чтобы конкуренты знали, где моя кормилица. Голубёки. Так, не ссорьтесь. Брачные игры? Да, вот. Сыр реально. Прикусывать, а, и перегрызать. Офигеть, вот это игры у них. Я такое никогда не видел. Сейчас они ебаные. Смотри, они целуются. Хлопают крылышко и смотри. Это пацан по-любому. Нет, вот это. Ну, вот самец, ближе к нам. Вот. Вот это собец, а он самочка. Она поменьше. Дим, ты на голубей будешь сотреть, либо помойку драть? О, ёлка. Там ёлку припрятали. О, кроссовки пума. Кроссовки пума. Ещё более-менее поддон на дрова. А у меня тут лебедки. Ёлочка в сборе. В гараже установим. Да ну, а на полный комплект. Какой-то мусор. Подставка есть, всё есть. Ну, подставки, конечно же, нет. Но ёлку, в принципе, собрать получится из этого. Так, я тут дверь открывал, пакет упал. Кроссовочки возьмём. Как будто оригинальные. Но очень грязные. Но их просто постирать надо, и всё. Помоечка дарит новогоднее настроение. И дровишки. А у Димы в Матизе что-то место уже закончилось. А ты его вообще не засунешь. Зачем? Чувак, оставь. Это не вариант. Ты его не засунуть. Никак. Даже если ты разломаешь. Дима молодец. Сделает всё, чтобы дрова добыть. Настоящий добытчик. Да, Дима сейчас пока что в гараже живёт. Потому что что-то там с квартиры его выгнали. Что это такое написано? О, компьютер. Компьютер, Димя. Пизда. И компьютер. Корпус. Ну ничего. Пригодится. А вентилятор? На, загружай. Пошли, давай. На, что пошли? На, Дима, на. Сука хитрый какой, а. На, грузи. Помоечку не даёт мне залутать. Стратегический запас полотенец. Диме, грузи полотенце. Полотенце, ребят. Тема. Подушечки бабушкины пердоли. Так, что тут у нас? Все кечку любки. Биби. Вот тут что у нас, смотри. Что тут такое за вынос такой? О, дровишки. Диме. Дровишечки, ребятки. Дрова собираем. Это топим мы печку дровами. Помоечка дарит тепло теперь. Капец. Всё, Матис захламили. Опа. Ну и чечка. Резиновый сапог. Это пойдёт на растопку. Это будет гореть очень хорошо, поверь. Ох, прямо Диме. Ох, Диме. Теть, кормилица дрова. Дрова. Ох, Диме. Впритык, впритык, впритык. Диме, впритык. О, картоны мы не берём. Зачем выкидывать картон ещё? Тем более его связали, подготовили. Опа, хотвилсы, ребятки. Опа. Ну это что-то наподобие. Так оно висело над головой. Смотрите, Диме, что я повредил тонировочку Диме. Я не специально Диме. Трусиками надо топить. Прада палёная. Зайку отпущу на свободу. Покажи. Прада нормальная. Ой, стой. Блин. Там как будто что-то было. А, не. Прада. Не, что-то кармашек смотрите. Цепочка. Да, да. Да, это просто биба. Так, машинки сюда сложу в эту Праду. Сумка, кстати, нормальная. Целая даже. Давай, Дим, разрываем кормилицы, пока конкуренты не пришли. Фу, блин. Фу. Смотри. Сектанты выкинули. Сектант Рома выкинул. Сотри, он убивал. Посмотри, он убивал. Муху, жука, комара и клопа. Это просто постельный, кстати. Капец. Опа. О, Hot Wheels. Что-то наподобие. Спокойно. Тут кассеты. Дима, Дима, кассеты. На, по твоей части. Ого, охренеть, Bugatti Veyron. Смотри, она вообще полностью целая. Это в сюрприз бокс положу, она в эксклюзивном состоянии. Это новые, новые брасматики или как их, карандаши. Смотрите, ребят, новые. А в бигеть, это женщины с вас по лайку. Это вот эти контуры бровей рисовать. У меня как раз девушка заказала сюрприз бокс с помойки, с косметикой. Вот, как раз вот ей вот это все новое и достанется. Так, мужья, ваши жены за один такой карандаш отдают, я не знаю, ну рублей 500 минимум. А мне вот бесплатно достается. Был бы я б девушкой, я б сейчас вообще был бы на седьмом небе от счастья от такого. Карандашики все соберу. Так, там еще посыпался вынос хаты туда вниз куда-то. Туда куда-то посыпалось что-то там. О, рация. Первый, первый, я второй, как слышно, прием. Слышишь? Да ты спокойно общайся, не быкуй. Прием, прием. Нет, там какой-то неадекват на проводе, Дим. По рации передает, Бибу говорит. О, не, не хотвилс. Хотвилсы люблю. Обребяврить. Ребятки. Сумочку, Дима, не забывай. Макулатуру мы не собираем. Так, здесь Диме. Все посмотрел, а дров набрал, Диме. Тихо, 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 Диме. Не спугни находки. Все, погнали. Сейчас смотри, задом сдавай и вот тот двор заезжай. Блин, окно бы опустить, блядь. Как? Да жарко мне, дышать нечем, блядь. Все, весь кислород сжег. Я холодный воздух крутил. Да, я проветрю хотя бы так. Блядь, давай ты дверь закроешь. Я слегка ее открыл. Езжай, все хорошо, Дима. Все хорошо. Давай, вон там слева помойка. Тут слева помойка. Ну, подтопи чуть-чуть, чутка. Диме, время капает. Куда подтопить? Кстати, ми-бенды шестые с помоечки. Смотрите, какая заставочка. Давай, Диме. Часики, Диме. Ну, тут скаточкой, Диме. Гостевая скаточка. А это куда? Может это? А, так это спойлер? А, это вот. Вот. Нет, она не подойдет. Она мне подойдет. Тебе, да. Да я не буду дырки в капоте делать. Ее можно продать. Бери, она целая. Накладка на капот. Диме, ну я шипунчиков напустил. Диме. А? Не пахнет? Вообще, капец, Матизи все потеет, да? Диме, они налево. А нам налево? Нам налево? Диме, что-то пахнет плохо. Диме, я наспередел шипунчиков напустил тебе в салон. Диме. Находки весь обзор перекрыли. Дрова, вон, ломятся. Сапоги, Диме. Сапоги. Диме. Сапоги. Блядь. Да, блядь. Специально. Да нет, я их пытаюсь убрать. Да, ну все, валится, Диме. Специально. Я не специально. Вон, кормилица, Диме. А, ашкудишечку. Ай, блядь. Диме, а наху ты тут встал? Там нет выезда, ты что? Да тут спиздьют у меня айфон на торпеде, блядь. Пока мы тут за этой машиной будем стоять. Встал, конечно. Да ты вот тут мог бы встать. Там встал бы, развернулся. Вот сюда бы заехал бы, Диме. Воробьи, Диме. Фу, как воняет, о боже. О боги. Фу, ебать, тут кто-то помер. О, термос. Кстати. А, плохо ему. Термос был когда... О, половник. Трупом воняет. Этим мы будем топить буржуйку, ребятки. Оба. Ребят, напишите, нормально таким вообще буржуйку топить? Ну, оно ж горошок горит и жара много выделяет. Копыть, правда, походу будет. Да, на Матизе, ребят, по помойкам вообще весело ездить. Особенно с Диме. Да тут вообще... Дим, все вывезли на... Ты что пугаешь так? Дай поглажу маленького. Это еще птенец вроде. Не, это большой. Лети. Хе-хе-хе. Наглость, второе счастье у Диме. Влад тебе в машину смотрите, а планшеты есть держать. Да так все. Ого. Вообще крепление автомобиля. Вам не надо вот... Не-не-не. А приправы? Да не, не смотрю. Ага. А сайкой из зеркала. Автомобильная всякая фигня. Тут хорошая. Ни фига. А вот щетка чистить. А это мне надо. Да. И уплотнительная резинка. Что, что, блядь, да? О, капец. Набор для куры. Смотрите, приправ сколько. Мы их все заберем. Их продать можно. Их очень много здесь. Это Диме в Матиссу такое зеркало. Посмотрите, ребят. Заднего вида офигенно. Приправы вообще элитные, ребят. Помоечка дарит набор для супа. Дары природы. Изготовлено 19-й год. Срок годности 24 месяца. Ну, просрочно. Ну, ничего. Ребята, этот дождь уже заколебал. Вот почему видосов нет из-за него. Вот я не смогу сейчас снимать и рыться в помойках. Ну, рыться в помойках смогу без камеры только. Потому что дождь. Камера намокнет и все. И сломается. У меня камера дорогая, блин. Для вас стараюсь. Покупаю все дорогое. Теперь что? Придется в гараж ехать. Ну, в принципе, мы затарились капитально. Сейчас в гараж приедем, попытаюсь оживить вот этого айфона и понять, оригинальный он или паленый. Ну, и дровишек надо нарубать. И потопить печку вот этими вот сапожками. Посмотреть, как оно будет гореть. За сколько до ста ты разгонишься? Поехали. Ого! Охренеть! Ого! Вот это вот, это вот что? До 60 ты разогнался. Вот таймер будет на экране, ребят. Это я не полный газ давал. Я тут стремно все равно полный. Ну да, тут все-таки люди ходят. Ну, нормально, Matisse едет вообще. Пацаны на Matisse двигаются, ребятки, со смазкой на торпеде и с приправами. И все у нас будет обалденно. Я не снимал тогда, когда нашел вот недавно вот этот свисток. Он так свистит прикольно. Птичка вот, соловей, свистун. Дим, посвести, пожалуйста. В эту руку возьми просто за... О! Собачки. Дима боится выходить с машины, потому что вон собака уличная бегает. Это так смешно и в то же время тупо. Колпаки на Volkswagen для колес, смотрите. Комплект 4. Это может Диме на Matisse подойдет и катафотик. А ну, давайте проверим. Слушайте, как будто идеально. Как будто... А ну. Блин, чуть не подходит. Дим, колпачки на Volkswagen. Они подошли или нет? Ну, нет. Ну, продадим. Тут очень много топлива, Дим. Вот топливо хорошее. Да сюда, все. Яма с грязью. Ну, ты въедешь по-любому. А, нет, смотри, почти не въехал. Вот там помойка, Дим. О, и у тут. Вообще это трэш. Поехали. По газону. Фори тип. Зато чётенько проехал. Ребят, вот так выглядит двухзонный климат-контроль в Matisse. Вот так крылышками машем, чтобы воздух прохладный залетал. Потому что если печку выключить, будет всё потеть. А так хотя бы кислород поступает. Ого. Дима разогнался не на шутку. Аж приправы зашевелились. Ребят, посмотрите, какую я установил буржуйку. Потому что в гараже очень холодно. А вот эта вот автономка на солярке очень много денег с меня сосала. Я примерно тратил 1300 рублей в два дня. На два дня хватало 20 литров соляры. Поэтому это невыгодно и не отопляло. Это автономка гараж. Поэтому нет ничего лучше, чем старая добрая буржуйка. Поэтому я её установил и сейчас буду растапливать. Это такой вайп вообще непередаваемый. Сперва надо вот прочистить там вот эти щели, чтобы хорошая тяга была. Там, кстати, ребят, с ночи ещё вон угольки ещё не остыли. Всё, отлично. Теперь накалываю дровишек и растапливаю. А Дима сейчас принесёт топливо. Принёс? Это ещё не всё. Так, немножко топлива Дима уже принёс нам на растопку. Ну, хоть где-то эти шляпетки пригодятся, ребят. А то от них вообще понту нет. О, всё, как загорелось. Смотри, на растопку как хорошо. Ой, дым пошёл чернющий. Пусть разгорится, а я пока щепок наломаю. Ой, споддувало, Дима. Пошло споддувало. Ой, капец они... Слышишь, капец дыма дофига. Ну что, погнали, закидывай. О, как горится три. Та, песня. Да туя. Ништяк. Так что, ребят, сапожки это бомба. Особенно для растопки. Дима, опять смотри, какая грязная кормилица эта сучка. Вся загрязнилась. Хотя тут даже ковёр стелили. Диме, это загородная кормилица. Ребят, вот тут бак пустой. Ну, тут что-то может и будет. Мажоры, может, всё-таки нас порадуют сегодня. Вот чем питаются мажоры? А ну, давайте посмотрим. И гирмастер, осуждаю. Мартини. Приколись здесь, да, ребята? Мартини. Соевые соусы, дорогие. Вот. Детишки у них есть, судя по памперсам. Ну, картошку жарят, кушают. Очистки, яички. Яйца сейчас дорогие, Дим. Битая блин тарелка. Сука, как грустно. А ну, подожди-ка. А вот тут, смотри, что? Смотри, что-то в коробках. Смотри, детский домик. Медь. Не, не, медь. Медь. Медный крабель. Медный крабель, Дим. Домик детский, но убитый. Что в коробках? Ой-ой-ой. Подожди. Ты не высыпай, это не мусори. Да, тут реально отходы. Я вот так прикрою, чтобы ветром не разлеталось. Это что, рубероид? Это на крышу рубероид. Лист рубероида. Пакет с говнами собачьими, кстати. Лист рубероида, ребят. Большой. Большой лист рубероида. Димми. Удочки. Димми. Удочки. Да. Как? О. О, 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 о. Посмотрите, ребят. С поплавком. Две в полном комплекте. Чуть-чуть ржавые удочки. Провалялись. Катушечками, ребят. Одинаковые как будто. Их просто не заметили. Нам повезло. Мы их по 500 рублей за одну штуку продадим на барахолке, Дим. Обалдеть. Тысячу рублей. Две удочки. Длинные они, палки. Наверное, шестиметровые. И лист рубероида, я думаю, мы заберем в гараже. Стелить будем. Вдруг протечет. Смотрите, какой хороший рубероид. Продолжение следует... Продолжение следует...